Хе-хе-хе, всем привет дорогие друзья, с вами Чинацкий и давненько мы не играли в паспорту, дорогие друзья. Так, давайте мы с ним немножко поторгуемся сразу, ребят. И пока мы тут продаем мою прекрасную картину утка, я предлагаю вам вспомнить о том, что если мы набираем 150 лайков на этой игре, то конечно же, конечно же, конечно же у нас будет продолжение. Поэтому если вы хотите смотреть как дальше я супер странно и удивительно ненатурально рисую, то конечно же ставьте лайкосик. Так, давайте как бы продолжим рисовать в том стиле, в котором я обычно рисую, но на этот раз у нас будут уже более такие качественные картины. Как видите, мы с вами в галерее, здесь всякие дамы и господа, так сказать, приходят. И поэтому я думаю, что мы с вами должны рисовать как-то более типа круто что ли, может быть так это назовем. Здесь вот так вот мы облака сделаем такие. Ну и как бы конечно же стандартенький кораблик. Так, вот так, вот так, вот так и вот так. Я, если честно, в рисовании, как уже вы знаете, ну как бы не самый крутой парень. Поэтому надеюсь, что вам понравится просто хотя бы то, что мы с вами сюжетку наконец-то до конца пройдем. Потому что я планирую в этот раз пройти уже реально до конца. Хочу, чтобы у нас с вами была возможность заценить все как бы, так сказать, благословение этой сюжетки. Давайте здесь какое-нибудь имя напишем для нашей лодки. Например, вот так, вот так, вот так, вот так. Блин, ладно, чтобы места хватило, но хоть в этом-то я могу справиться. Ну ладно, хотя бы так, мне кажется, что и так хорошо. Ну и конечно же солнышко мы, пожалуй, с вами тоже нарисуем, чтобы оно ярко светило и как бы обрамляло нашу прекрасную картину. Вот так, ну такие вот лучики здесь. И туча как бы уже идет к этой лодке. Лодка Чинаска, мне кажется, должна плыть максимально далеко, максимально успешно. Ну даже так, наверное, и назовем. Вот так. Конечно же, картины у меня, блин, ребят, ну сами знаете какие. Но я буду стараться, я буду стараться, чтобы вам нравилось. И надеюсь, что у нас все в итоге выйдет хорошо. Так, ну что, давайте тогда еще какую-нибудь картину. Насколько я знаю, вот эти дамы любят такие очень детализированные портреты. Портреты и все такое. Я портреты рисовать, ну видите, они не любят такое. А вот мужики, которые сюда будут приходить, они любят наоборот краски, буйства, красок. Такие яркие, крутые картины. Поэтому будем рисовать мы, в общем-то, чаще, наверное, именно такие вот красочные картиночки. Так, ну например, например, видите, грандиозно, Дон, 190, ну давайте 200 хотя бы. Вот 200 меня вполне устроит. За 200 я готов, какой там карлик, по-моему, будет немного. Ну ничего страшного. Я готов даже любому человеку продавать свою картину. Вообще абсолютно любому. Конечно же, если этот человек оценит по достоинству мою картину. Я очень люблю в последнее время рисовать, если честно, вот такие вот вещи. Сейчас попробуем вот так вот. Солнышко. Я раньше рисовал просто круг, а теперь я, видите, лучики пытаюсь рисовать. Там, не знаю, будут деревья, кусты там вот такие вот. И здесь у нас будет какое-нибудь центральное место отведено на тюрморту. Давайте попробуем его нарисовать. Я, правда, вообще не умею, но хотя бы попробуем. Значит, такое блюдо. Вот такое. И здесь должны быть у нас с вами фруктики разные, да? Сейчас попробуем. Оно красное, красное блюдо, потому что они, опять же, любят яркие такие цвета. А, и все такое яркое, поэтому я попробую сделать его тоже ярко. Здесь такое обрамление у блюда. Вот так вот. И, в принципе, что у нас здесь будет? Яблоко, апельсин, вот такой вот. И, не знаю, там, давайте несколько апельсинов, наверное. И еще одно яблоко. Вот так вот. И, конечно же, у яблока еще должно быть все. Как эта штучка-то называется? Черенок, наверное. Вот такой, вот такой. О, апельсин там точечки какие-то. Такие вот. Вот так. И листочек небольшой еще. Вот так. Вот такой натюрморт. Кстати, ребята, по-моему, я стал рисовать немного лучше. Конечно, все еще похоже, что мне 4 года, и я немножечко с головой не дружу. Но мне кажется, что уже лучше. Немножко лучше. Ему должно понравиться. Вот он сейчас подойдет. Да? 200? 230. Так, нет, нет, нет. Во, вот 257. Нормально. Блин, ребята, реально мы просто денежки-то гребем лопатой, можно сказать. Так, ладно. Что на этот раз нарисуем? Давайте нарисуем солнечный день. Причем такой. Или даже не солнечный. Лучше, наверное, лучше нарисовать лунный день. Потому что солнце-то... Так, это мы уже пользовались этим цветом. Давайте нарисуем коричневый. Здесь нарисуем какой-нибудь голубой. Вообще, мы даже сделаем сейчас вообще красоту. Я придумал. Вот так и вот так вот. Это будет все-таки солнце. Я хочу сделать именно, знаете, такой акцент на солнце. То есть художник хотел этим сказать, что наша жизнь вся полна света и добра. На самом деле, просто художник не умеет рисовать и делать то, что может. Может, вот так вот как-нибудь. Вот. И там вот где-то вдалеке тоже кусты. Там трава. Здесь у нас с вами будет небольшое озерце вот такое вот. Не знаю, по-моему, неплохо получается, кстати говоря, дорогие... Ой, нет-нет-нет-нет. Это того же цвета, что и небо. Это не совсем то, что я хотел. Как-нибудь вот так вот давайте сделаем. И, наверное, какие-то еще дополнительные цвета здесь оставим. Потому что это иначе может показаться... Блин, так может показаться, что у него ветрянка какая-то у этого солнышка. Как-нибудь вот так. И вообще лучше даже, наверное, вот так вот. Вот. Ну, уже получше. Можно еще даже покрупнее сделать. Вообще мне нравится. Неплохой рисунок. Неплохой. Давайте еще мы здесь оставим подпись нашу. Вот так. Нет, стоп-стоп-стоп. Вот так. А, раз, раз. Вот так. Есть. Есть. Подпись на полкартинам. Вот то, что мне нравится. Прямо... Зато все будут знать, кто покупает эту картину. Что это такое вообще. Вспышки на солнце. Главное, чтобы картина еще называлась красиво. Чтобы все понимали, насколько она крутая. Девушке это не понравится. Чего? Нет, я ей не продам. Потому что я работаю чисто вот на вот этих вот ребят. Простите, конечно, дорогая дама. Но все картины в моей галерее продаются только мужчинам. Чего? Слишком сложно? А, они, видите, любят такой более минимализм, наверное. Похоже, что так. А даже эта картина слишком сложная для них. Жаль, жаль. Ну, давайте тогда попробуем нарысать картину попроще. В принципе, я думаю, что у меня это должно получиться. Попроще это все-таки не посложнее. Я думаю, что справимся как-нибудь. Там... О, хотя ему нравится. Все равно за 331 мы ее спокойно продаем. Обалдеть. И у нас с вами 805 монет. Блин, а 1800... Офигеть! У нас с вами уже больше 2000, ребят. Ну, блин, бомбезно. Что тут сказать? Бомбически даже! Мне нравится. Так, ладно. Солнышко, как обычно. Видите, у меня теперь все переоборудовано. Теперь у меня в основном не море и пляж, а вот такие более классические картины, я бы сказал. Это было раннее творчество Чинаска, и теперь более позднее творчество Чинаска. Давайте здесь нарисуем какую-нибудь газель или оленя. Вот так вот, вот так. Ну, поскольку они не любят сложные картины, я им готов помочь и нарисовать не особо сложную картину. Вот такой вот олень. Мне кажется, вообще очень даже натурально выглядит. И хвост у него еще должен быть вот такой тоже. Мы его даже раскрашивать, наверное, не будем, потому что это минимализм называется. Минималистичный олень. В принципе, мне кажется, абсолютно идеально. Давайте посмотрим, сколько у нас денег сейчас. Жаль, что нельзя покупать, вот как-то обустраивать мою галерею, делать ее еще более крутой. К сожалению. Она, наверное, не купит. Да. Удивительно отсутствие сложности и многогранности. Но я думаю, что моих добрых мужиков-покупателей это вполне устроит, если честно. Так, давайте нарисуем еще что-то из раннего творчества. Хотя нет, им темная тона не понравится, это 100%. Давайте тогда нарисуем... А я даже знаю, что мы нарисуем. Сейчас попробуем, ребят. Давайте сейчас попробуем. Так. Ну, 179. Давайте подождем вот того более богатого мужика. Мне кажется, что он будет более рад приобрести эту картину. Как-нибудь вот так. Как-нибудь вот так. В прошлом видео это уже было, в принципе, я согласен. Но мы сейчас с вами сделаем это более качественно уже. С таким более размытым представлением о том, что мы вообще рисуем. 185 он предлагает. Ну, давайте за 203. Я не буду продавать свои картины дешевле, чем за 200 евро. Вы хотели сказать баксов? Ну, это вообще-то мы за евро продаем, друзья. Так. Здесь вот такая вот большая планета. Да-да. Если кто не догадался, это именно планеты. Согласно любителям теории заговора, Эфелева башня это секретное устройство для контроля разума. Как хорошо, что мы с вами живем не в Париже, дорогие друзья. Как хорошо. Хотя кто-то, может быть, у меня живет в Париже. Ну-ка, кто живет в Париже? Плюс комментарии. Так. И это космос глазами дальтоника. Вот так называется моя картина. Смотрите. А в принципе мы уже с вами реально круто смотримся здесь. Автор слишком спешил. С одной стороны, да, возможно, даже не купит ее никто. Но я надеюсь, что кто-то все-таки купит. Посмотрим. Давайте нарисуем еще одну уточку. Я что-то соскучился уже по уточкам. Хочу нарисовать еще одну. Ну, здесь у нас, значит, автор любит минимализм. А, весьма интересно. Говорит эта дамочка. Ну, да, люблю. Как бы ничего не могу сказать. Хорошо. Так, значит, вот небо. Вот опять солнышко. И вот здесь у нас будет уточка. Причем она будет не просто уточка. Она будет большая уточка. Вот такая. Раз. Блин, она слишком большая получилась. Ладно, попробуем что-нибудь сделать из этого. Вот так. Вот так. Уточка просто перекрывает солнце даже. По-моему, у них там на лапках такие вот еще есть штуковины. Я не знаю, как их назвать. Здесь нам нужно использовать такой предмет, как карандаш. Крылья у них же в ту сторону получаются, да? Вот так вот. Без сомнения, картина может быть простой. Но разве она может впечатлить меня? Говорит эта дама. Ну, мне, если честно, это не сильно важно. Мне важно, чтобы все были довольны. Может быть, не обязательно ты. Так, вот. Я немножко обрезал морду удочке. Я надеюсь, что у нас получится из нее что-то сделать теперь. Значит, глазик у нее должен быть вот такой. Да хватит, а где? Смотрите, она, по-моему, тоже в краске. Где мужики? Куда они все делись-то? Эй. Вот такая улыбочка у нее. И там вот где-то у нее носик. Вот. Ну, мне кажется, что он неплохо выглядит. В принципе, можно даже оперение ей сделать небольшое. Сейчас мы с вами его сделаем. Вот так вот оно идет. Да, да, ему, как обычно, нравится. Давайте поторгуемся немножко. Сто двенадцать. Ну, блин, за девяносто три я ему совсем сбросил цену. Ай, ладно, пускай будет так. Два солнышка. Так мы назовем свою картину. Все. Готово. И давайте рисовать дальше. Ну-ка. Я бы никогда не выбрал столь нереальные оттенки. Мне кажется, что это только он так говорит. А мне кажется, что вот этот вот купит. Ну, вот у меня есть почему-то такое ощущение. Так, хорошо. Давайте рисовать дальше, наверное, друзья. Давайте сейчас посмотрим. А что он тоже не стал? Ну-ка, посмотри, посмотри. Купишь или нет? Купи картину. Купи картину. Так. Да. Вот это другое дело. Триста три доллара, дорогие друзья. Ладно, ребятки, давайте я, наверное, сейчас продолжу рисовать сам. А хотя, паспорту получают огромные доходы, в то время как инвесторы тщательно следят за ним. Внимательно, вернее. Ну, слушайте, я хотел сам продолжить, но если тут уже инвесторы подключаются, то, наверное, продолжим вместе. Чтобы еще-то нарисовать. У меня уже просто идеи немножко кончаются. Так. Небо. Вода. Давайте тогда попробуем рисовать классику опять. Пляж. Вот как-нибудь так. Здесь у нас садящееся солнце. Все по классике, пока что все по классике. Здесь у нас с вами солнечная дорожка. Вот так. И даже не знаю, что еще добавить. Можно, в принципе, просто подрисовать сюда более красочные лучи. Всякое такое. Солнышко светит. Там звезды уже выступают немножко. Вот я до сих пор, правда, не понял, для чего мне вот этот инструмент. Если честно. Ну, ладно, вот так сделаем. Там дергается еще что-то. Видели? И, наверное, и, наверное, я... Блин, прям сложно, сложно, действительно сложно придумать что-то. А давайте на этот раз нарисуем... Так, тихо. Не лодку, а такой прям корабль. Интересно, получится у меня или нет. Потому что я, если честно, не умею особо рисовать корабли. Как-нибудь вот так, наверное. Коробка такая. Нет, по-моему, я вообще что-то не то сделал. Ладно. Пускай это будет вот так, как уже есть, как бы. И здесь у нас с вами будет флаг. Стоять. Оп. Вот так. Вот так. И... Какой флаг-то сделаем? Давайте сделаем флаг... Сейчас скажу. Это флаг будет в Норвегии. Я, если честно, по-моему, знаю, как он рисуется. Но если я вдруг сделаю ошибку, то простите меня, пожалуйста. Просто хочется нарисовать. Это будет норвежский корабль. По-моему, вот так. И вот так. Да, вроде бы все правильно. Норвежский корабль. Хотя выглядит это, конечно, просто ужасно. Я бы такое покупать, конечно, не стал, наверное. Хотя я думаю, что он заплатит под 300 долларов. Давай, 300. Он пошел в другую сторону. Ладно. Друзья, ну ладно. Давайте я, наверное, продолжу. Когда будут появляться вот эти... Не хочет. Когда будут появляться вот эти новые детали, я буду вас уведомлять об этом. Буду снимать для вас новые видео. А если вам игра нравится, мы в следующем уже видео пройдем этот акт. Перейдем уже в новое помещение. Ну, а я вас всех люблю. С вами был Чанаск. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И надеюсь увидеть вас уже очень скоро в новых видео. До скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok